Здарова, мой дорогой друг! И сегодня у нас снова уже по сложившейся традиции формат, что купил и что привезли. Сейчас будет небольшая распаковка, затем мы это соберем, возможно за кадром, в зависимости от сложности, а потом уже буду показывать и рассказывать, что это, как это работает, сколько это стоит и для чего это. И начинаем с того, что у нас перед нами вот такая вот коробка. Коробкой моя облезлая собачка Белка. А вот такая вот большая коробка от компании Jeep. И у нас это фуговально-рейсмусовый станок. Да, два в одном. Это нечто похожее на вот это вот недоразумение от Белмаш. Привет, Белмаш, компания! Этот тоже не особо большой, и он тоже по факту хоббийный. То есть это не супер-пупер огромный фуговальный рейсмусовый станок. Он стоит в районе 27-30 тысяч рублей. И на данный момент цена 27 тысяч. И мы сейчас его откроем, посмотрим. Насколько я понимаю, ширина заготовки у нас 204 миллиметра. Так. Длина стола 704. Два ножа. Толщина заготовки максимальная 120. То есть в рейсмус. Мощность двигателя полторашка. Сейчас мы его потихонечку будем доставать. Я, наверное, это уже сейчас просто поставлю на стол. Здесь собирать-то по большей степени нечего. Но он в собранном состоянии. Просто достать и посмотреть, что это. Поэтому сейчас вернемся. Ну да, и кстати, я скажу, для чего он мне такой небольшой. Вот для вот этого. Вот такие вот маленькие дощечки калибровать на маленьком фуганке и рейсмусе гораздо безопаснее, чем на вот этой вот огромной махине, где не очень это все удобно делать. Я собираюсь запустить небольшое производство торцевых досок. Пока это все в тестовом режиме. Проверяем, прощупываем. Ну что же, начнем с того, что есть в комплекте. Это полный весь комплект. Естественно, инструкция, предупреждение об опасности и гарантийка. Кстати, гарантийка очень удобно сделана с QR-кодами, которые можно сразу быстро перейти. Как обычно, я постоянно ругаюсь на инструкции по эксплуатации. Здесь мало чего есть. Есть половина инструкции, как безопасно не угробить себя. То есть, типа, предостережений половина прям реально книжки. И немножечко чуть-чуть, как собрать. Вот защиту, параллельный упор поставить, пылеотсос и все. Как настроить, выставить идеально стол? К сожалению, нет. Но это, блин, страдают все производители, вот, так сказать, китайского типа. Но тут ничего не сделаешь. Зато здесь классный комплект. Вот такой вот толкатель пластиковый. Вот такие вот два толкателя удобные, прорезиненные. Единственное, что я не уверен, что оно будет идеально делать зацеп к дереву. Но оно, по идее, не должно делать идеальный зацеп. Главное, чтобы вышвырнуло. Короче, не знаю, посмотрим. Две штучки вот такие. Параллельный упор и защита ножа при строгании, соответственно, фуганка. Все это фрезерованный алюминий. Это все хорошего, обалденного качества. Да, оно не зашкурено в зеркало, но оно абсолютно никоим образом не прощупывается. Никак. Это у меня уже здесь сейчас испачкалось в воск, блин. Так. Соответственно, растроб для пылеотсоса мы будем делать на переходник на циклон из бутылки. Я покажу. И, соответственно, целый пакет всяких болтиков, гаечек и барашков. Здесь у нас непосредственно сам станок. Я его поставил пока что на такую табуреточку импровизированную. Построгаем, к сожалению, ему пока на полу. Мы будем делать для него сейчас быстрый столик. Я вот уже напилил на ленточке. Ленточка у нас тоже джип. Напилил на ленточке немножечко тут брусочков. Мы их отстрогаем. И там же на фанерку. У нас фанерка будет столешницей. Я ее сделаю чуть ниже, под свой рост. Я не высокий чувак, поэтому она у меня будет в общей сложности 90 высота. Вместе со станком и его столом. Ибо, допустим, с белмашем мне неудобно было, потому что он высоченный безумно. Поэтому я сделаю под себя. Итак, что здесь у нас есть? Литые столики. Дюралевые. Не чугун. Ну, алюминий, дюралевый, я не знаю. Легкий металл, но они литье. Допустим, вот на ленточке это уже чугун. Литой. На белмаши просто кусок металла. Далее. Начнем с того, что, да, модель называется 5200А. Стандартный выключатель для всех подобных. Пылеотсос, стружкоотсос для фуганка. Затем, чтобы использовать рейсмус, его надо будет поставить сверху. Все это достаточно быстро меняется. Я сейчас соберу полностью всю эту защиту. Все это установлю на станок, поставлю на пол и настрогаю вот это вот недоразумение. Я напилил сейчас. Просто немного построгаем, снимем все стороны в идеал и закрепим на вот этот уже готовый фанерный щит. И уже покажу в действии, как нормальный станок. Потому что мне нужно вот отстрогать вот эти вот брусочки. Вернемся буквально через хахалай, махалай, хач, халамэ. Ну что, наш станок в сборе. Все максимально просто. Есть вот такая вот защита ножа. Она поднимается, опускается, регулируется по вылету. И, естественно, параллельный упор, который также меняет свой угол. Все относительно максимально просто. Включение. Сейчас включаем. По крайней мере, это получается не асинхронный, а синхронный двигатель. Ну, как стандартный в любом электроинструменте. И он, по крайней мере, не просаживает сильно сеть, как вот асинхронник вот здесь. Учитывая, что у нас даже есть стабилизаторы. Не важно. Итак, по поводу настройки стола я померил. Все, примерно, примерно, идеально ровно. Примерно, опять же, повторю, это довольно странное вообще словосочетание. Но пока что я не знаю. Придет сейчас, попробуем построгать. Посмотрим на результаты, уже тогда будем разбираться. Пока что, приложив правила, я не вижу особо больших, крупных провалов. Ну, может быть, какие-то там в десятку миллиметра. Ну, это ерунда. Поэтому, посмотрим. Так, по поводу регулировок. Регулировки. Рейсмус у нас регулируется вот здесь. Ставили и начали крутить. Соответственно, сейчас там стоит пылеотсос для фуганка, поэтому не будем крутить. А высота реза фуганка регулируется вот на вот этой вот крутилочке и вот шкала. Максимально до трех миллиметров съем. Но, я думаю, никто не понимает, что снимать три миллиметра – это большая нагрузка. Поэтому я пока поставил на миллиметрик. И сейчас попробуем построгать сначала сосну. Сделаем для него стол, как я сказал. А уже потом мы будем строгать дуб и карагач. Дуб и карагач. Я забыл самое главное – это пылеотсос. Переходник под вот этот вот. Под вот этот переходник на вот этот. И, соответственно, в пылесос. Сейчас мы сделаем, отрежем, нагреем феном. Все это вместе упаковывается и будет работать. Я взял бутылку чуть поменьше. Одеваем на лоток от станка. Она замечательно встает. Есть. Затем вставляем пылесос. На течение трубка пылесоса только такая. И прогреваем. Вот так вот просто наш переходник готов. Пэт-пластик дает усадку чуть ли не в два раза, поэтому все очень хорошо получилось и держит форму. Вот так вот. Вставляем обратно. Пробуем. Включаем пылесос. Я сделал тумбу. Вот максимально простая такая тумба. И сейчас будем строгать. Сразу скажу, что станок мне нравится тем, что он маленький. Он удобный. Достаточно все ровно строгается. Есть вот эта вот закрывушка. Вполне, кстати. Очень удобные. Я сейчас прям подручно с ними строгал вот эти вот брусочки. Хорошие толкатели. Хорошо держат дерево. Единственный, единственный косяк. Стружкоотсос, как таковой, он не работает. На маленьком станке будут строгаться вот такие вот маленькие заготовки, поэтому это не страшно. И сейчас мы построгаем немножечко брусок. Немножечко дубовых брусков, как раз для торцевой доски, которую будут готовить. Я поставлю на таймлапс. Знаете, наконец-то дорвался до маленькой строгальной машины, вот именно этой. И, как говорится, аппетит приходит во время еды, или не так говорится, не суть. Я не назвал точные данные по ширине, глубине и так далее. Я тут вот такую вот уже дощечку настрогал, склеил небольшую, так сказать, тестовый образец. Самый главный цимус данного агрегата, то, что можно выровнять вот такие вот маленькие обрезки. Это гробыли и тому подобное. Ну, жалко, дорогое дерево. Тем не менее, теперь это все есть. И это можно склеить. Итак, пройдемся быстро по АТТХ. Ножи 210 на 22 и на 1,9 мм. Размер ножей 50 мм диаметр вала. 9000 оборотов максимально. 204 мм ширина стола, то есть ширина ножа. 2,5 мм максимальная широта, максимальная глубина. 2,5 мм максимальная глубина реза, то есть строгания. 704 длина у нас стола непосредственно. Далее, рейсмус 120 мм максимальная высота заготовки. Скорость подачи заготовки, я не знаю, нужно, не нужно говорить, там, 4 метра в минуту. Но, тем не менее, я сегодня перестрогал достаточно большое количество обрезков, всяких огрызков и тому подобных вещей. И у меня полное ведро горбулей маленьких совсем. То есть вот что-то типа вот такого. Я это все обрезал на ленточке, потом это все строгал. Было жалко выкидывать. И, тем не менее, было интересно попробовать. Вот. Честно скажу, мне нравится агрегат. Я понимаю, что, может быть, в нем нет чего-то такого супервядающегося, но, тем не менее, машинка очень удобная для маленькой мастерской, для небольших работ, не для огромных заготовок, я повторяюсь, а для небольших. И это самый главный клайф и цинус. Ну, что хотелось бы еще сказать. Особых каких-то дополнительных моментов по этому станочку-то нет. Он стоит явно своих денег, но, конечно, он не для большой, не для масштабной работы, не для огромных-огромных заготовок. Это все же что-то вот типа вот таких вот маленьких торцевых досок, либо каких-то небольших-небольших совсем заготовок. Единственный минус, который я не ожидал, то, что его все равно надо разбирать, как вот этот белмаш. Допустим, параллельный упор надо откручивать, а он, блин, на маленьких гаечках откручивается, шестигранником. Чтобы поставить пылиотсос на рейсмус. Ну и, опять же, повторюсь, для маленьких заготовочек вообще прям супер. Сейчас уже, наверное, ничего не покажу. Потому что в рейсмус я засовывал вот такую тонюсенькую рейку торцом. Вот так вот. И она замечательно прошла. Ну и он мало мотает свет. Это самое главное. Он не вышибает свет, потому что у него низкий пусковой ток. В остальном же посмотрим, сколько он протрудится, посмотрим, сколько он прослужит. Я думаю, что тому, кто занимается какими-то мелочишкой, это зайдет. Для остального же, я думаю, что все равно белмаш для строгания каких-то больших длинных заготовок на улице пойдет у нас. Но для маленьких я его боюсь, и он страшный. У него слишком высокие обороты, и он зачастую откидывает. Короче, страшная машина. Ну и плюс его хрен настроишь. Допустим, здесь параллельный упор, он просто кривой изначально с завода. Был его невозможно настроить идеально. Здесь у меня тоже были проблемы с настройкой параллельного упора. Но я здесь подложил небольшую шапочку, и более-менее ровно получилось. Поэтому будем работать, будем трудиться. Еще раз повторяю, это станок от компании Jeep, который вы можете найти на сайте Harvi Rus. Jeep 5200A Спасибо большое, что смотрели, и всем удачи, и пока!